Привет всем гостям и подписчикам моего канала Медуза Чайна Гаджет, меня зовут Сергей и сегодня еще одна посылка ко мне пришла с телефоном от компании Верни или Верни, не знаю как правильно до сих пор она читается, хотя сколько уже лет телефон на рынке вернее эта компания на рынке, но так и как-то не выясним, как правильно читается название этой компании модель T3 Pro ко мне сегодня приехала, заказывал я ее на старте предзаказа, в самый первый день по-моему и изначально эта модель мне приглянулась тем, что здесь во-первых 3 гигабайта оперативки за небольшую стоимость то есть 79 баксов, а во-вторых я попал в число первых, которые заказали и мне пообещали вернуть практически всю сумму обратно посмотрим как это будет, обязательно расскажу в полном обзоре вернули мне сумму или нет то есть этот телефон мне должен обойтись где-то за 10 баксов вот такая вот история, мне кажется за 10 баксов телефончик, если он включается, уже хорош давайте включим и будем смотреть так, сзади у нас такая вот пленочка ненужная такая интересная кстати поверхность, ребристая, не soft touch, обычный пластик, но все равно приятно впереди у нас тоже вот такая вот защитная одна пленка, под этой пленкой еще одна защитная пленка, то есть это транспортировочная, а это обычная уже защитная идет пленка вот такой вот огромный внушающий доверие динамик, прям ого-го, не знаю как он будет звучать, сейчас проверим сканер отпечатков пальцев, двойная камера, понятно, фейковая вспышка экранчик 5,5 дюймов, если я не ошибаюсь, 18 к 9 соотношение сторон в комплекте вот у нас такой интересный силиконовый бампер черного цвета полупрозрачного, далее у нас блок питания на 5 вольт 1 ампер блок питания и здесь где-то да, и вот еще микро-USB кабель да, микро-USB, ну и понятное дело инструкция плюс гарантийка здесь тоже присутствует, все, вот такой вот комплект, ничего лишнего, ничего сверхъестественного как всегда, первое дело что бросается в глаза, это компактность, он реально лежит в руке, очень удобно и вроде как по первым ощущениям собран, действительно добротно, ничего нигде не шатается не скрипит, конечно же должен быть русский язык, потому что Verni это та компания, которая работает в основном на Россию, Украину и вот такие вот наши страны и здесь по-любому должен быть русский язык достаточно неплохой, кстати, дисплейчик вроде под углами никаких инверсий цвета ничего, ну немножко да вот под таким углом затемняется, но это не критично для бюджетника опять-таки, напомню, что телефон стоит 79 баксов MTK6739 здесь должен быть установлен, ну не должен быть, а он здесь и есть MTK6739, посмотрим как его оптимизировали, возможно уже немножко подправили, потому что в первых телефонах MTK6739 даже не смог запускать пабк на любых настройках, даже на самых минималках он не работал, ух ты, ну достаточно красиво все так вроде бы да 8 Android видим, немножко иконки нет, не перерисованы ну немножко иконка вот вижу настройки перерисована, а так в принципе особых изменений я пока что не вижу сенсор очень приятно работает, такой чувствительный не знаю, как-то пока что не очень сильно видно, что здесь 3 гига оперативки, как-то все топорно работает, анимация, но возможно немножко сейчас подкрузится телефон и будет работать лучше разрешение экрана всего HD+, но по качеству экранчик довольно-таки неплохой, потому что, ну я вообще не вижу пикселей и все так красивенько, кстати здесь по описанию целых 4080 миллиампер часов батарейка и это мне кажется круто, потому что ну должен быть сбалансирован этот смартфон судя по описанию, а там уже посмотрим, как оно будет, в полном обзоре конечно же расскажу обо всем поподробнее, как телефон себя ведет в разных условиях, как у него держит батарейка кстати, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полный обзор этого телефона, верни T3 Pro, посмотрим версия Android 8.1 отлично, модель T3 Pro и все, больше здесь ничего нет интересного, кстати вот давайте посмотрим, как себя ведет этот динамик, действительно ли этот динамик такой прям громкий, как он себя показывает, прям такой чуть ли не на пол задней крышки, кстати, что интересно посмотрите, на разные сим-карты можно ставить разные мелодии ну что сказать, по громкости, да по громкости очень громкий динамик но вот по качеству, ну понятное дело что по качеству он не супер ну для таких бюджетников главное, чтобы громкость мне кажется была достаточной а качество это уже, понятное дело не к этим телефонам это далеко не флагман, даже далеко не среднячок, так что к этому никаких претензий у меня нет 16 гигабайт встроенной памяти 3 гигабайта оперативки, как я уже говорил, не знаю как они себя поведут, это уже опять-таки будет в полном обзоре так, сразу вижу Parallel Space есть вшитая программка, ну в принципе больше из постороннего ничего такого и нет сканер QR-кода, возможно это из постороннего а так, в принципе, все стандартно все гугл-приложения Play Market присутствует ну что же, давайте, кстати иконка камеры тоже перерисована зайдем в камеру, проверим как она себя поведет не очень быстро фокусирует, но главное, чтобы результат был нужный ну, пока что мне вроде бы как бы нравится, наверное ну, как бы для бюджетника, да для бюджетника неплохо, посмотрите даже структуру бумаги видно и вот при таком вот увеличении картинки все четко читается вроде бы неплохо понятное дело, что это такой предварительный тест чтобы вы могли, так сказать предварительно узнать о камере хоть немножко и в конце этой распаковки я еще несколько фоток и видео поснимаю и покажу вам чтобы уже до полного обзора вы смогли как бы увидеть на что способна хотя бы примерно эта камера и в полном обзоре я уже о камере расскажу более подробно в разное время суток попробую сделать фотографии видео в разных режимах и уже будет и уже картинка будет немного яснее и так, что мы имеем за 79 баксов это вроде бы телефон от более-менее известной компании уже она зарекомендовала себя на рынке и в принципе у нее очень даже неплохие смартфоны в основном получаются вспомнить их первый смартфон который реально взорвал наверное рынок в свое время это вернитор по-моему он так назывался тоже за небольшие деньги там была очень классная начинка на тоже опять-таки время ну и этот телефончик за 79 баксов вполне себе неплохой а если учесть то, что мне еще как бы должны вернуть деньги практически всю сумму за этот телефон то этот смартфон мне практически даром достанется я надеюсь что мне вернут я как бы уже списывался с продавцом с официальным магазином верни где я и покупал кстати этот телефон и мне сказали что обязательно вернуть деньги либо на пейпел либо на карточку у нас как-то в Украине по-моему с пейпелом не очень дела сложились поэтому я сказал что я открою спор что типа мне телефон не подошел бла-бла-бла или я заказал по ошибке и спор открою на 68 баксов по-моему и на что они дали согласие сказали окей без проблем кстати вот по поводу этих вот споров все реально вот недавно у меня была распаковка телефона компании Блюбу телефон Блюбу Д6 который я тоже брал по вот такой вот похожей акции и мне вернули недавно вернули мне деньги спасибо не обманули так что это все реально всегда реально возвращают деньги главное не подтверждать свой заказ когда вы получите потому что китайцы тоже не пальцем деланы и они могут вас мягко говоря обмануть ну а на этом все распаковка подходит к концу пока что к телефончику никаких претензий нет вроде бы все неплохо за свою цену с этими характеристиками с вами был Сергей спасибо за то что посмотрели эту распаковку подписывайтесь на канал чтобы не пропустить полный обзор этого телефона и другие интересные видео на моем канале сейчас будут примеры фото и видео всем спасибо до новых встреч всем пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok